А вот что касается того, что у Аллаха есть лик, у Него есть руки, у Него есть голень, у Него есть глаза, это истина, действительно, это наше убеждение. Вот когда люди делают из мазгаба не средство, а саму цель, вот это вот. Добрый вечер, Тумсо. Есть ли в вашей религии у Господа пол? Добрый вечер. Слушай, я боюсь отвечать на этот вопрос. Не знаю. No comment. Амрита. По нашей религии и исламу нет у Аллаха ни пола, ни телесного облика, ни места, ни времени. А по религии сектанты ваххабитов, как Тумсо, у Аллаха есть и руки, и ноги, и пол, и стул, на котором он сидит, наверное, и аккаунт ВКонтакте. Ну, этот немножко решил проутрировать. Я почему сам устранился от вопроса с Полом, потому что не хочу на эту тему рассуждать. Хотелось, конечно, сначала сказать, что мы обращаемся только в мужском поле, но это именно лингвистический такой момент. Здесь по поводу Пола это все-таки лучше пусть ответит знающий на этот вопрос. Я не хочу. Я не хочу залазить туда, в чем я не разбираюсь. А вот что касается того, что у Аллаха есть лик, у Него есть руки, у Него есть голень, у Него есть глаза, это истина. Действительно, это наше убеждение. Мы не придаем Аллаху облика, мы не говорим, что Аллах является телом, мы не говорим, что Его руки являются частью тела, ни в коем случае. Мы говорим лишь то, что сообщил нам сам Всевышний Аллах в Куране. Ведь Аллах сказал, о Иблис, что помешало тебе поклониться тому, кого мы создали своими обеими руками. Это сказал Аллах Всевышний, Свят Он и Велик. Как можно не принять эти слова? Мы говорим, все, Аллах сообщил, что у Него есть две руки. Значит, это истина. У Него есть две руки, и они таковы, какими они должны быть у Аллаха, в соответствии с Его величием. Они не подобны нашим рукам, они не подобны ничему. Ведь Аллах, Нему ничего не подобно. Соответственно, мы не знаем, как они выглядят, мы не говорим, что это части тела. Это руки, которые соответствуют величию Аллаха. Все, на этом вопрос как бы закрыт. Это правда. Как сказал этот Рикхо Мурид, мы ваххабиты, это наше убеждение. Я правда не знаю, кто такие ваххабиты, но если он называет ваххабитами людей, которые подтверждают атрибуты Всевышнего Аллаха, то да, это так. Саламу алейкум, брат Тумсу. Какое отношение у тебя к мазхабам? Считаешь ли ты, что придерживаться мазхаба неправильным? Нет, конечно, я не считаю, что придерживаться мазхаба неправильно. Придерживаться мазхаба – это нормально. Проблема, когда люди начинают из мазхаба делать саму цель. Надо понимать, что цель – это ислам, достижение довольства Всевышнего Аллаха. То есть целью является правильное исповедование своей религии. А мазхаб является средством достижения. Вот когда люди делают из мазхаба не средство, а саму цель, вот это вот уже проблема. Когда они начинают просто тупо делать топлит, они, допустим, к примеру, в каком-то вопросе, ты им приводишь доводы, например, что мнение из их мазхаба является слабым в конкретном данном вопросе. Но они его не оставляют, говоря, что нет, мы теперь, значит, если мы в этом мазхабе, мы теперь его принимаем полностью. То есть они из этого сделали какую-то свою отдельную мини-религию, когда они считают, что они не могут оттуда что-то, допустим, взять из другого мазхаба, к примеру, в конкретном вопросе. Нет ни одного мазхаба, чтобы он был безошибочным. В каждом мазхабе есть какие-то ошибки, потому что это все-таки человеческий фактор. Соответственно, человек, он волен выбирать. Ты можешь в целом, допустим, придерживаться мазхаба шафира, и как у нас большинство в Чечне придерживаются мазхаба шафира. Но в конкретном вопросе, например, допустим, омовение, что когда в мазхабе шафира, когда ты прикоснулся к женщине, омовение нарушается. В этом конкретном вопросе, к примеру, ты можешь не следовать за этим мазхабом. Но вот когда человек начинает из этого делать саму цель, говоря, что нет, мы будем все отсюда брать, либо мы полностью в этом мазхабе, либо мы выходим из него и переходим в другой, это уже крайности. Просто надо усвоить этот момент. Есть цель, допустим, Москва, тебе нужно поехать в Москву, и есть средства. Это поезд, это самолет, это машина, это автостоп и так далее. Это все средства, которые тебя довезут до Москвы. Целью не является сам поезд, понимаете? Тебе нет разницы, ты выбираешь, на чем тебе лучше поехать до Москвы, потому что твоя цель – это Москва. А вот если ты начинаешь из поезда или машины делать саму цель, вот в этом это уже неправильно. Поэтому этот мазхаб – это как поезд, а цель – это достижение удовольствия Всевышнего Аллаха. Просто, когда люди впадают в крайность, вот здесь уже печально. Я очень доволен твоим ответом про мазхаб, брат, дай Аллах тебе, твоей семье, здоровье и благополучие. Амин, барык Аллаху фикх. В том же ты сказал, что Аллах говорит в Коране, что у него есть руки. Поясни, пожалуйста, в каком аяте или какой суре это сказано. Я же привел эту суру практически дословно, я так на память ее привел, но это была цитата. Аллах говорит в Коране, я сейчас не помню, какая это именно сура или аят, но тебе сейчас напишут, иншаллах, в чате. Аллах говорит в Коране, о, Иблис, что помешало тебе поклониться тому, кого мы создали своими обеими руками? Говоря «мы», Аллах имеет в виду свое величие. Это не значит, что их было много, или он делал с помощниками. В арабском языке есть такая форма обращения, указывающая на величие. Это как бы во множественном числе обращения, как вот в русском языке говорят уважительно «вы». Это ведь не от того, что их двое или несколько говорят одному человеку, из уважения говорят «вы». Также Аллах, подчеркивая свое величие, говорит «мы». Аят и суру тебе, иншаллах, приведут сейчас в чате, я убежден в этом. И таких очень много аятов. «Если в исламе столько расхождений и разногласий, как с этими масхабами, шиитами, суннитами и прочими, как понимать слова, что Аллах довел религию до совершенства и сделал ее ясной? Какое тут совершенство и ясность, если 1400 лет не могут решить, как молиться, сколько, где?» Подобного рода разногласия, они постигли вообще все религии, все конфессии. Не без этого. Ты понимаешь, что если Аллах доводит до конца свою религию и делает ее ясной, это еще не значит, что теперь все люди ее одинаково поймут. И это тоже является благом для нас. И бывают те разногласия, которые приемлемы, отношения к ним, например, как разногласия четырех масхабов, это разногласия приемлемы. Из-за них друг друга никто не обвиняет в заблуждении или тем более в неверии. Бывают разногласия, которые неприемлемы. Это как, например, разногласия шиитов и суннитов. Это уже другой как бы уровень. Или разногласия суфиев и суннитов. Это уже неприемлемы разногласия. Здесь уже обвинение в заблуждениях, где-то в неверии даже. Но это не имеет отношения к доведению религии и для того, чтобы сделать ее ясной. Если Всевышний Аллах сделал религию ясной, Но если ты человек, ну дебил, откровенно говоря, ты ее не понимаешь или ты ее неправильно понимаешь, то это уже твои проблемы. Это я сейчас не лично про тебя говорю, а вообще в целом. То есть мы... Аллах создал нас таким образом, что мы имеем разный уровень интеллекта, разное понимание. И религия это то, что нужно постигать, это то, что нужно учить. Это не то, что по умолчанию вшивается. Знания в религии, они по умолчанию не вшиваются. Вообще знания это бриллиант, это ценность. И ее нужно постигать, как и бриллиант, его нужно добыть. Точно так же знания их нужно постичь. И если бы знания не были бы цены, то не было бы никакой ценности в ученых. Если бы знания были бы доступны всем людям поголовно, то все были бы учеными. Но именно потому, что знания являются жемчужиной, а люди, обладающие этой жемчужиной, являются богатыми людьми с точки зрения знаний. Поэтому мы сегодня ценим ученых, мы их уважаем, и мы в них нуждаемся. И в целом люди, большинство людей нуждаются в знании и в людях знающих, которые могли бы нам разъяснять. Это относится не только к религии, это относится к любым наукам. Если понимаешь, не все люди являются физиками, математиками, ядерщиками, астрономами, филологами и так далее. Это определенная часть людей. И благодаря их знаниям мы сегодня пользуемся вот этими благами. Электрическим светом, компьютерными технологиями и так далее. Мебелью и все-все-все, что мы сегодня имеем. Благодаря тому, что маленькая часть из людей, 7 с лишним миллиардов людей, сколько из этих миллиардов людей ученых? Очень мало. Но благодаря их знаниям сегодня мы все пользуемся благами, плодами их знаний. Субтитры создавал DimaTorzok